Дед Мороз А помнишь, тебе мама сказки зимние читала? В них Мороз – хозяин стужи и зимнего холода. Его раньше еще по-другому называли – трескунец, морозка, карачун, студенец, зюзя. А все потому, что и заморозить может, если что не так, и напугать слегка, потрескивая и пощелкивая зимним лесом. Во многих сказках зимний волшебник главного героя испытывал. Он мог щедро одарить его или заморозить насмерть. В советском кинофильме «Морозка» именно так и происходит. Знаете, он к нам по-настоящему. Они в сказки переходят и подарки принесут. Лет 200 назад Дед Мороз впервые пришел к детям на новогодний праздник. С той поры перед каждым Новым Годом он не забывает проведать ребят и порадовать их подарками. Он на оленях прилетает? У Деда Мороза есть братья из разных стран. Самый известный из них – Санта Клаус. Не стоит их путать. Давай вместе разберемся, как выглядит наш русский новогодний волшебник. Это я знаю. У него есть шуба, шапка и мешок с подарками. Молодец! А знаешь ли ты, что шуба Деда Мороза длинная, обязательно красного цвета, расшитая серебром и украшенная лебединым пухом? А под шубой – рубашка и штаны. Белые, льняные, украшены белым геометрическим орнаментом, означающими символ чистоты. Это настоящий секрет Деда Мороза. А шапка у Дедушки Мороза тоже особенная? Конечно. Шапка красная, расшитая серебром и жемчугом, с лебединым пухом. Все соответствует шубе. А пояс какого цвета? Пояс обязательно должен быть белым, с красным орнаментом. Теперь я Деда Мороза точно ни с кем не перепутаю, а про бороду расскажешь? Да ты и сама про нее все знаешь. Борода. Да. Длинная, белая. Правильно. Волшебник же уже Дедушка, борода в возрасте его напоминает. Длинная, густая борода всегда была неотъемлемым атрибутом Деда Мороза. Она символизировала богатство и достаток. А обувь у Деда Мороза тоже особенная? Да. А бывает он валенки или сапоги, сшитые серебром. А еще что интересного есть у Деда Мороза? Варежки волшебные. С ними и поиграть можно, и руки согреть. Обязательным атрибутом Деда Мороза является хрустальный посох. В сказках он имеет витую ручку и завершается стилизованным изображением луны или головы быка. А посох волшебный? Раз Дед Мороз волшебник, значит и посох тоже волшебный. Приезжает он всегда на санях, запряженных тройкой лошадей со звонкими колокольчиками. Вместе с внучкой Снегурочкой. Молодец. А ты знаешь, что Снегурочка, незаменимый помощник Деда Мороза на всех новогодних праздниках, есть только у нашего волшебника. У Санта Клауса нет? Значит нам повезло больше. А как у Дедушки Мороза все подарки в один мешок помещаются? Мешок же волшебный. Пока он в руках у Деда Мороза, подарки в нем не заканчиваются. А если кто мешок похитит, не видать ему никаких подарков. А правда, что Дед Мороз может без подарка оставить, если плохо себя ведешь? Правда. С такими ребятами Дед Мороз суров, а с остальными добрый и справедливый. А еще Дед Мороз очень любит, когда не только от него подарки ждут, но и его порадовать и готовы. Отличными оценками, стихотворением, подарками, например. Теперь я все про Дедушка Мороза знаю. Без этого волшебника и Новый год не праздник. Он нужен и детям, и взрослым. А чтобы узнать еще что-нибудь интересное про Деда Мороза, загляните в книги. А можно нам хоть ненадолго заглянуть в гости к Деду Морозу? Можно, с помощью современных технологий. Добро пожаловать в ее владение, в отчину Великому Устюге, в Северное Царство. Здравствуйте, люди добрые, гости славные. Добро пожаловать в самое сердце сказки главного волшебника страны, российского Деда Мороза. Вы готовы отправиться в мир чудес волшебства? Тогда смелее порог переступайте, да внимательно смотрите и слушайте. Сказка начинается. Много-много лет тому назад в маленьком красивом северном городе Великий Устюг, в Бару Соснова, в Тереме Узорчатом, поселился хозяин в юг до метелей Дед Мороз. Владения Морозовы большие, 43 гектара. И каких диковин здесь только и нет. Избы ремесленные, оранжереи цветущие, ледяная избушка, дом для зверей, тропа сказочная и настоящая аллея чудес. Места и волшебства хватит на всех и в любое время года. Все потому, что помощников у Дедушки Мороза великое множество. Каждый из них своим делом занят, у каждого пора своя. В библиотеке Деда Мороза каждая книга живет своей жизнью, никому не ведомой. С кем подружатся, того и получают, ума разума прибавляют. Только в библиотеке у волшебника вы увидите книги великаны и большую видеокнигу. Сам Дедушка Мороз каждый вечер читает книжки, пишет для вас новые, удивительные сказки, которые вы увидите в своих снах. В комнате друзей хранятся подарки, преподнесенные Деду Морозу в день рождения. Да-да, и у волшебника есть день рождения, и отмечает он его 18 ноября. В этот день съезжаются в его вотчину друзья-волшебники, коллеги-сказочники со всего мира. И в комнате друзей вы узнаете, с кем общается Дедушка Мороз, с кем дела волшебные обсуждает, с кем добрые дела совершает и радость праздничную вам дарит. Гардеробная комната Деда Мороза удивляет множеством нарядов, которые сияют расшитым серебром, хрустальными льдинками и причудливыми снежинками, а создают эти уникальные наряды мастерицы дома моды Деда Мороза. И каких только нарядов тут нет! Летние из чистого льна, шубы царские и боярские, сказочные спортивные костюмы и наряды для особых торжественных событий. Диву даются гости! Это ж какой размер одежды и обуви у волшебника? Правильный, волшебный, богатырский! Нет секретов особых у Деда Мороза от гостей, поэтому в комнату для сна любой гость может зайти. Высока перина! Не снегом набита, как многие думают, а душистыми полевыми травушками-муравушками. Стоит только вдохнуть этот волшебный аромат, тут же необъятные луга с их медовым разнотравьем представятся. Вот и наша сказка сделала волшебный круг. Терем Дедушки Мороза показала, секреты маленькие открыла, а сказочное время подсказано, что пришла пора встретиться с хозяином сказочных владений в тронном зале. Проходите, гости дорогие, на большую волшебную снежинку становитесь, лицом к елочке красавицы повернитесь и встречайте главный волшебник страны российский Дед Мороз. Дорогие мои друзья, всем вам желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. И с нетерпением буду ждать нашей встречи в моем сказочном великом Устюге. Приезжайте, и я и свита моя сказочная. Будем лишь только рады. До встречи! Главный зимний волшебник российский Дед Мороз. Все люди родом из доброй, солнечной и теплой страны, имя которой детство. В детстве все делают свои первые открытия. Дед Мороз со своими подарками одно из таких открытий. Поначалу мы просто верим, пишем письма, верим и все. Если мама и папа сказали, значит придет, придет обязательно. Высокий и важный, с длинной бородой, с огромным мешком за плечами, с севера, но такой теплый и добрый. Мы так ждем Деда Мороза, что честно пытаемся не спать предновогоднюю ночь, только бы не пропустить его приход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дедушка Мороза Редактор субтитров А.Семкин